Привет, ребята! Меня зовут Сергей Герман, и я капитан сейлингового корабля «Мушу». Мы сейли по всему миру, это наше второе время, и я бы хотел рассказать вам одну странную историю о Лу-Пероне в Доминичной Республике. У нас был робот. В этом видео я хочу рассказать вам, что произошло в Лу-Пероне в Доминичной Республике с нами. И напомнить вам, что вы не получаете в этой ситуации, как мы были. Мы провели почти один год в Карибе. И на дороге до Пасифика мы решили приехать через Доминичную Республику и Панаму. На дороге мы остановились в многих местах в Доминичной Республике. И один мест, который мы выбрали, это Лу-Перон. Это в центре города Доминичной Республики, близко к бороду с Хаити. Нормально, что вы делаете, перед тем, что вы приехали в какой-то месте, особенно в этом месте, которое может быть довольно сложным. Нормально вы хотите получить личное знание. Я нашел группу на Facebook. «Сейлеры из Лу-Перон». Они руководят их группу. И это довольно большая масса людей, которые в этой группе. Так что я отправил мне сообщение. Я хочу приехать в Доминичную Республику. Пожалуйста, помогите нам. Может, вы можете дать нам какие-то советы. Это безопасно или не безопасно. И люди сказали, что очень приятно. В Лу-Перон, в Доминичную Республику. Это большая семья. Все сейлеры были приятные. И так далее. Так что, according к этому знанию, я понял, что это довольно безопасное место. Также я проверил безопасность и безопасность. Вы знаете этот веб-сайт. Если нет, то есть ссылка на этот веб-сайт под видео. И я проверил, что были проблемы с убеждением. Но это было несколько лет назад. Так что, по моему мнению, это место было довольно безопасным. Мы с нашими друзьями приехали в Лу-Перон 16. Я думаю, 17. 17 марта мы приехали в Лу-Перон. И, конечно, мы просто говорили привет к близнецам, к нам, которые стоят близко к нам. Потому что мы стоим на море буй. И мы пытаемся быть очень социальными, потому что у нас много друзей вокруг мира. Так что мы приехали в один веб-сайт, чтобы сказать привет к другому, чтобы спросить, где идти на динге. Это безопасно быть в городе. Так что все было, знаете, как в регулярном месте. Вы приходите, когда вы едите. И люди были очень приятны. Они объясняли нам, что место лучше идти. И какие-то рестораны мы должны посетить, потому что все сейлеры приходят сюда, чтобы пить. Так что это было вот такое. Мы нашли идеальное место. И никто не сказал нам, что это опасное место. Окей. Эта вечеринка мы перейдемли с всей нашей командой. И решили посетить эту бар, которая была рекомендована для нас по городской коммуниции. Так что мы пошли на землю. Наши корабли остались на море буй, в центре арбора. И, понимаете, дистанция между кораблей не было больше, чем 20 метров. Окей, эта бая не имеет много светлых. Но, понимаете, если вы видите крюзеры, которые довольно близкие, вы не можете предположить, что какие-то проблемы могут происходить. Мы провели несколько часов в этой баре. Наверное, от 7 до 9, максимум до 10. Никто не проверил время, потому что это не важно. Так что от 9 до 10 мы приехали, вернулись на нашу корабль, и нашу корабль открылась. Так что мы сразу пошли внутрь и начали проверить, что произошло. И мы нашли и все наши деньги уничтожили. Так что они не взяли никаких электронных устройств, ничего от бота, кроме денег. Так что все деньги уничтожили от нашего бота. Это было около 5100 долларов из различных кабинетов. Наверное, этот человек, я думаю, это человек, потому что футболы были довольно большие, уничтожили специальные заболевания, уничтожили болезни, уничтожили определенные позиции. Вы можете видеть это на фотографии, которые я показал вам. Так что он пошли внутрь, в основном входе. Как мы увидели, что это произошло, я сразу звонил на полицей на Facebook, и некоторые люди из локальной комьюнити начали сообщить, что делать. Они рекомендуют Сабейда. Сабейда руководит в этой области. Но она была представлена в полицей с полицей и других авторитетов. Следующий день мы ожидали, что полиция приехала на нашу воду. Это, конечно, никогда не произошло. Мы ожидали, что они могли взять какие-то знаки из фокуси. Я не знаю, что они должны сделать в этом случае. Никто приехал. Следующий день я приехал на море и ответил на полиция и и полиция и я сделал сообщение по всем авторитетам, которые должны сделать этот сообщение с Ричардом, он офисером, мы сказали, что наш воду был разрушен и разные воду и он ответил, что это только первый раз произошло. Мы ответили, что это уже произошло несколько раз. Он сказал, что это не было. Это только первый раз. я попросил копию моего репорта, но, как вы понимаете, эта копия никогда не была отправлена нам в любом случае. нет WhatsApp, нет копии в любом случае. После репорта на Facebook, пост стал довольно популярным. Многие люди начали отправить комментарии на этот пост, и многие люди начали мне private messages. то я обнаружил, что это не первое событие произошло. Именно это произошло два раза. В начале года это уже произошло. В Луперон бай, если вы посмотрите, есть разные типы бот. первое – крюзеры, которые живут в Луперон бай, в регулярной байке, как в доме. Другой – бот, которые останутся один или два дня. Это очень важно знать, потому что все бот бот были в время в луперон. не понимают что в море есть статистик, если человек приехал, что здесь началось, что уже можно понять, что они знают, что в море не в море море нет, в море не ни не ни ни на ни море м вы что есть в море море оно и как Бои, как мы, freshblood бои, в группе рисковой группы. В группе специальных рисков. Мы провели несколько дней на Луперон бэе, и мы не видели никакого движения от органов, не от полиции, от полиции, от полиции, от туристической полиции. И только что они пытаются сделать, это расслабиться и ждать, пока мы выйдем. В этом случае, кажется, никакого организатора не интересны, чтобы найти этого человека, который сделал. И, как мы нашли информацию от локальных крюзеров, это очень коммунная история, и это действие от организаторов, как они все время сделали. После того, как мы видим, что организаторы не сделали ничего с нами, в нашем случае, мы решили просто выйти и не быть в этой опасной области. Один из всех крюзеров, которые отправили мне личные сообщения, я хочу рассказать вам одну историю о Энди, который решил рассказать его историю, после того, что он вышел из Луперон. Это очень опасная история. Энди говорит о том, что он приехал из Луперон, как все крюзеров, который просто продал. И на данном цене, по-другому, он стоит 2$ в день, поэтому это довольно-чинно. После недели он уже платил его в advance. Папа, как вы видите сейчас, он просто занимается на крюзерах, на том, что он просил воду и соответствует его. Он пришел и просил его еще раз попасть на Мурин Буй. опять же, но Андрей уже платил несколько дней, так что это не было вопросов денег, это вопросов бизнеса. И он поставил в Актив Каптин Network, это специальный network для сейлеров, которые просто, you know, делают сообщения о некоторых местах. И он получил сообщение о папе, что он просто, you know, not clear business. And now he started to get in a big problem, could be a match. After this negative review, after a few days, he got notification from police. They start some investigation and until he is under investigation, he is not allowed to go out from a country. And they push him quite hard. If you want, you can see his story. I put the link in the description of this video. And only after he removed this negative review from Актив Каптин, they allow him to get dispatcher and to leave Dominican Republic. Now I can understand more why the local community sailors who live in Luperon may be afraid to warn us about the current situation in this fraud pool. So let's make short summary of this situation. I understand this situation. It's a quite regular and quite common in Luperon in the north of Dominican Republic. Also, I can understand that police, navy, tourist police, and all the locals, maybe not involved in these crimes, but they definitely know what is happened, what is happening in Luperon in Dominican Republic. So I have a question to sailors. Is it fine to keep silent and cover that crime in which happened in Luperon? Or to be more brave and to warn other people who come to Luperon for one or two days? So they should be very careful in this area. As soon as we have international crew, we send a report to our embassies. And we asked them to put a mark of high-risk area to Luperon place. So I hope soon the investigation will started. And all people who involved in these crimes will be punished. I also made a report to security network. You can see the link below. So it's also very important. People should know about the crimes happened in Luperon. I hope you never get in the situation like we had. And hide your money better. And have fun from sailing, fair winds. Bye-bye.